Левел представляет скидку 30% на квартиры. И на живописные виды, и на высокие потолки, и на стильное лобби, и на комфортные дворы. Выберите квартиру или апартаменты со скидкой 30% на level.ru Кирилл Мазур! Здравствуйте, ребята! Добрый вечер! Всем привет! Здравствуйте! Москва! Здравствуйте! Привет! Так, меня зовут Кирилл Мазур, мне 19 лет. Я сейчас хожу на свидание с девчонками, но мне знаете, что не нравится? Что я парень на свидании. Мне это очень не нравится, потому что мы с ней идем, она молчит всю дорогу, и я ей все про себя рассказываю, все, что знаю, все, что видел, все, что слышал, все, что в электробусе на экране прочел, все это обкидываю. Ребят, я прихожу домой с выгоранием, мне на втором свидании уже нечего рассказывать. Я теперь понял, почему отец всю жизнь просто молча в углу сидит вот так. Кивает. У отца контент закончился. Вы думаете, почему отцы в другую семью уходят? Та семья еще ничего не слышала, там столько ушей свободных. Меня так зли, что мы гуляем с девчонкой, я все рассказываю, смешу, кормлю, читаю фристайл, все говорю, все показываю, и потом еще и у нее тоже секс. То есть ей потом тоже нормально, вы понимаете? Я думаю, а не слишком ли жирно, бабоньки? Мне один раз девушка говорит, Кирилл, что-то оргазм не получила. Я думаю, так ты и не должна. Ты видел, как я день провел? Я в ахере целый день. У меня карточка банковская вспотела. У меня оргазм заслуженный, родная. Мне этот оргазм мэрии Москвы должны вручать. Типа вот, Кирилл заслуженный оргазм. За знание истории Москвы и архитектуры города. Он все рассказал, все показал и по делу кайфанул. Пожалуйста. Просто парень настолько устоит на первых свиданиях с женщиной, что потом он на протяжении всей жизни угасает, а девушка набирает обороты. Помните, когда ты бабушке звонишь, говоришь, что делала? Она такая, ой, я сегодня продукты купила, пообирала, постирала, полотнула, все, все делала, просто фристайл зачитала. Ты такой, а где дед? А дед спит, ну чё? Дед спит, он телевизор смотрел, устал, уснул. Просто бабка вообще не спит, вы с этого вот не в афиге. Я посчитал, бабка в день спит секунд 17. Заметили, что когда бы ты не проснулся, бабушка уже не спит. То есть ты можешь встать 5 утра за водичкой, сонной, она уже откуда-то пришла с улицы, она уже откуда-то вернулась. Она где-то была и уже пришла. Она такая, вот она, сыр купила, молоко купила, творог купила. То есть, понимаете, она купила у бабки, которая еще раньше встала. Охренеть! Как это возможно в природе? Но я понимаю, ребят, почему бабушки так много делают. У меня просто бабушке 80 лет, и она в Бога верит. И она как офисный сотрудник, который чувствует, что скоро будут сокращения. На работе. Серьезно? Каждая бабушка относится к религии как к работе. Вот моя, каждое воскресенье, утром, если там мне в офис на планерку отмечаться, тебе вот, Валентина приехала, фух, думала, опоздаю. А я тут первая все поцелую, да? Но есть бабушки, которые в церковь не ходят, но когда автобус мимо церкви проезжают, крестятся. Это фрилансеры. Они чисто на удаленке работают, занимаются. Наша схема. Да, и сейчас хожу на свидание с девчонками, но есть проблема, у меня денежек немного. Вот я когда иду, я еще звеню, да? То есть я такой тип. И это богатый пайм, может, на сферы взять. Вот он ее в ресторан привел, краба оплатил, вина налили, живая музыка и легко закадрить. А вот пробу вот в куртке, вот в шапке, сука. Когда у тебя живая музыка, по вагону ходит мелочь, собирает. Вот так, трахни бабу. Это я самец, правда. И поэтому стараюсь женщиной, где бы я ни был, максимально себя как мужик реализовать. Мы когда с девчонкой в кафе заходим, я этот антисептик при ней вот так выдавливаю. Просто я... Я вот так стою в надежде, просто... В глаза опять, ну, смотрю вот так. А я вообще не устал, Марина. С кайфом бы делал и делал. Давай наггетсы возьму и полетели, дома в ДАИС произведу. Правда, девчонки, убирайте нас, бедных парней. Потому что богатый парень вас на машине заберет, в ресторан везет, там накормит, напоит, домой привезет. А у вас потом иммунитет слабый, дуры. Себе же хуже делаете. Вот со мной девчонка была три года, да, везде пешком ходили, но закаленная. Просто она уже все собли на ногах переносила. Здоровая баба, функционирующая. Вот ковид, помните коронавирус? Ну, сейчас не помню, недавно был коронавирус, когда-то. И вот ни одна моя бывшая сильно не переболела. Все, кто с богатыми были, все на ИВЛ лежат. Мои ходят, у меня здоровые бабы. Я вырастил поколение женщин с иммунитетом потрясающим. Да, но я понял, что я вот не умею добиваться женщин. Вот у меня есть знакомый, который говорит, чувак, я свою 9 лет добивался, 9 лет добивался и добился, братишка. Я думаю, братан, там просто дошла твоя очередь. Там нет твоей заслуги. У меня так бабка квартиру получила. Она просто была в списках. Вот и все. Я еще, да, я еще так стесняюсь от девушки, вот это приезжай ко мне, это сообщение. Так стесняюсь это сообщение, потому что сразу там секс, да, читается, желание секса. И поэтому люблю как-то ненавязчиво. Знаете, когда вы просто гуляете, и такой, о, а это мой дом, а? Как совпало? Я просто так, когда по улице иду, домой иду. Вот я так люблю. Но я живу в Кузьминках. И сложно в Кузьминках оказаться случайно. Вот как незаметно перейти три железнодорожных моста, сука, это невозможно. Я даже когда писал девушке, приезжай ко мне, она пишет, блин, а где ты живешь? Я такой, ой, ладно, подрачу, тоже уговариваю тебя вот это. И еще доказывай, что это в Москве, обойдемся без переговоров. Я еще живу в Кузьминках на 13 этаже. И я устал, что в домах, куда ты лезешь, пожарный, стоит только до 12 этажа. Вы знали об этом? Кто живет в 12-го? Похлопайте, пожалуйста. Да, в общем, такая тема. И там написано, что в случае пожара нужно сделать импровизированную лейсу из простыней, которая доставит из 12-го этажа. То есть что происходит? Мы горим, и я вот так, пожалуйста, простыни скидываю, да? Простыни же не горят, известный факт. И там еще написано, из простыней. Я думаю, мне 19 лет, я живу один без родителей. Из простыней. Из простыней. То есть просто не бывает мощное число, вы угораете, у меня просто диван. Я сплю без посредников. Я просто каждый день ложусь на ДНК прошлых жильцов. У меня нет простыней. Просто количество этих простынок пропорционально возрасту. Открывали бабкин шкаф? Видели? Там вот Икея ушла из России, она ушла в бабкин шкаф. Там просто, там мир простыней. Там бабка может жить на крыше Москва-Сити и спокойно ждать пожара и вообще не переживать. Она и себя, и всех аскорт не спасет. Еще потом каждый выдаст по простынке с кайфом. Да. Поэтому как-то с жизнью сексуально не складывается. Мне даже папа на день рождения, на совершеннолетие хотел заказать проститутку. Но зная папу, я сразу отказался. Там бы было, как с моим Лего тоже. Подарил его он мне, а собрал бы сам в этот же вечер. Это... Я уже знаю, проходили. Но я в итоге решил поехать сам, когда мне 18 исполнилось, поехать на улицу Красных Фонарей в Амстердаме. Кто-то знает эту улицу? Похлопайте. Да. Я поехал туда, и меня поразило, какие там парни жесткие. Как они с ними общаются жестко? Они просто подходят и такие, эй, дёти гёл, шум её пуси, ты поняла меня? Шум её тис, ты поняла меня? Буду тебе жестко ты б-б-б-б. Просто забияки такие. И я иду один, маленький, мне говорят цены, мол, 50 евро секс, 50 евро смена поза, 100 евро дуге стайл. Я говорю, честно, дуге стайл не нужно, мне-то не хватит на магнитике. Хочется еще одну женщину порадовать. Мама ждет сувенирчики. Я был честен с ней. И, ребята, секс в таком возрасте, я просто еще в школе училась в этот момент. И вы не представляете, как это меняете, как школьника. Такой прикол. Потому что представьте мою жизнь. Я еще в воскресенье занимался сексом с мулаткой в Амстердаме за валюту. А уже в понедельник рисовал контурную карту по географии в 32-м кабинете. Обводил Голландию красным карандашиком. Тяжело было не измениться. Ко мне классуха подошла, говорит, Кирилл, вообще-то работу подписывать нужно. Я говорю, Света. Светочка, девочка моя, шоу-мейопухи, шоу-мейотист. Ты поняла меня, ты это малышнее объяснять будешь. В середине у меня там все. Большое спасибо за внимание. Хорошего вечера. Пока. То, что раньше было между ними девочками. У меня, как у любой современной женщины, в 32 года нет мужа, зато есть психолог. Теперь будет между девочками и тобой. Ты у парня остаешься, ты там не спишь. Ты лежишь и контролируешь звуки. Думаешь, гребаный опироль с пузырьками. Женский стендап. Новый сезон. В субботу в 11 вечера. Бабоньки, сейчас время такое, когда ты смотришь на чувака в свитере и думаешь, надо брать. Мало ли, вдруг айтишник. На ДНД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова